Жители деревни Куняхова, что в Александровском районе, выбрали это место из-за отличной экологии и прекрасных видов. Но этой осенью заметили на опушке леса тяжелую технику, которая начала его спиливать. И как узнали местные, здесь идет не просто заготовка древесины, а планируется песчаный карьер. Как же так, вопрошают люди, как можно пускать под топор практически заповедные места? Любого ребенка спросите, что нужно делать, вырубать лес или сохранять. Конечно, будут говорить, нельзя, нельзя рубить березку, нельзя рубить дерево. Я понимаю, что промышленный подход имеет место, но в таких масштабах, как у нас, в Александровском районе Владимирской области, рядом с нашими деревнями, не должно такого быть, это просто лес извозится. Площадь леса, которую пустят под топор, 50 гектаров. При этом по лесу уже прорубили дорогу к деревне Верхней Дворики, куда и будут возить добытый песок. Подрядчик, которого наняла компания, планирующая разработку карьера, показывает документы, в которых написано, что все по закону. 46 гектаров получается? Нет, 48 здесь и 1,8 гектара – это дорога. А когда планируешь-то закончить вообще с этой? Рубку до Нового года. То есть до Нового года здесь не будет лес? Да. Заготовку я закончу до Нового года. Практически, ну, если погода не подведет нас. Жители переживают, что после того, как освоение карьеры закончится в 2026 году, здесь будет свалка. О рекультивации, конечно, никто не позаботится. Вся лесная фауна исчезнет. В общем, на природу всем плевать. Ну, вот мне даже сейчас по телефону сказал этот… Как его? Михаил. Миша. Ладно, Миша. Да, Миша этот, который арендатор. Он же сказал, что когда карьер будет, я не знаю, в утешении или просто так от балды, что называется. Я того, что сказать. Да. И потом будет этот лес. Ну, все равно здесь потом лес посадим. Ну, это смешно слушать. Карьер – это все уже изведенный лес. Лес, он сколько лет растет. Мои даже внуки, внук уже не увидят этого леса. Даже сам арендатор, кто здесь вот эту, скажем так, жуть делает, озвучил, что вокруг более ста карьеров. Какая необходимость есть делать очередной карьер, когда их так много? Песок, даже когда люди под стройку или что-то вот заказывают песок, бесчисленное количество, огромнейшее количество список карьеров. И кто может привезти песок? Зачем очередной карьер? Именно убивают хороший лес. Люди, даже после предоставленных им документам, сомнимаются в законности проводимых работ. По их словам, если ситуация не изменится, они готовы лечь даже под колеса тяжелой техники. С вопросами, насколько законно уничтожение природы, мы направляемся в Александровское лесничество. Где нам поясняют, что компания ООО «Техтранс» абсолютно легально на основании договора аренды выполняет рубку леса. Что в последующем сделает здесь карьер по добыче песка и гравия. Действия законны, потому что данный договор прошел государственную регистрацию. На основании данного договора, в соответствии, был разработан проект освоения лесного участка, прошедший государственную экспертизу. И данной организации после этого всего была подана лесная декларация. То есть действия данной организации, ООО «Транстек», проводятся в рамках действующего законодательства. Получается, что можно вот так запросто свести на нет лес, который радовал жителей деревень. Для добычи песка, которого, по словам жителей, в округе предостаточно. Видимо, чиновники считают, что извлечение прибыли из природных ресурсов важнее качества жизни людей. Собравшиеся считают, что нарушаются их конституционные права на благоприятную окружающую среду. Жители обязательно напишут заявление в областную природоохранную прокуратуру, а также коллективную жалобу новому губернатору Владимирской области. Люди считают, что лесорубов нужно остановить как можно быстрее, а чиновников, которые разрешили пилить лес, надо привлечь к ответственности. Скандал с вырубкой леса в Александровском районе может выйти на федеральный уровень.